Всем привет! Ну что, очередные Bluetooth-колоночки от Oclik на этот раз совсем недорогие, ценой от 400 до 500 рублей. У них одинаковая мощность, схожее время автономной работы, но по факту это совсем разные колонки с разными особенностями и функционалом. И давайте пройдемся по каждой модели отдельно, а затем сравним их качество звука. Первый у нас идет Oclik OK12. Это компактная колоночка в виде цилиндра. Комплектуется она кабелем, который служит и для зарядки, и для подключения источника звука по аудиокабелю. На самой колонке огромный набор портов. Мини-USB совмещенный с AUX, аудиовыход для подключения наушников, USB-порт для подключения флешек с музыкой, слот для карточек microSD, опять же для воспроизведения музыки, и переключатель питания. Кнопок управления 4 штуки. Как всегда, кнопки переключения треков также отвечают за регулировки громкости. Колоночка выполнена в популярном корпусе в виде цилиндра. Динамик стоит сверху, его диаметр равен 40 мм. Мощность составляет 3 Вт, динамик защищен сеточкой. Конечно, металлический корпус выглядит неплохо. Единственное, что смущает, это огрехи литья прозрачного пластикового кольца снизу. Фишкой данной модели является встроенная многоцветная подсветка. В целом, колонка выглядит очень прикольно. Даже не скажешь, что она стоит всего 400 рублей. По факту, данная модель хоть и самая младшая, но самая функциональная. Тут есть и Bluetooth, и аудиовход, и аудиовыход, и воспроизведение музыки с USB и карточек формата microSD, и даже приемов М-радио. Но, что касается звука, о нем мы поговорим чуть позже. А пока давайте посмотрим на вторую модель. Это Oclic OK 14. Колоночка комплектуется обычным USB кабелем и небольшим карабинчиком. Как видите, это у нас уже более портативный вариант. Корпус пластиковый. Имеет специальное большое ушко для крепления комплектного карабина. Ну или, скажем, паракорда. Любопытно, что за тканевой защитой скрывается самый большой динамик в тройке. Его диаметр составляет 45 мм. Хотя мощность все та же, 3 ватта. Кнопки управления находятся сзади. Они резиновые, нажимаются приятно. Сбоку за съемной заглушкой скрывается порт microUSB для зарядки. Никаких разъемов больше нет. По функционалу это самая обычная Bluetooth колонка. Никаких дополнительных функций тут нет. Но, что касается звука, она себя еще покажет. Но пока давайте посмотрим на третью новинку. Oclic OK 15, пожалуй, самая необычная из стройки. Она крупнее предыдущей модели. Имеет металлическую защитную сетку, за которой скрывается 3-х ваттный 40 мм динамик. По периметру располагается резиновая накладка с кнопками. А также заглушка, за которой скрывается порт microUSB. И слот для карточек формата microSD. Сверху есть ушко для крепления комплектного карабина. А сзади находится огромная присоска. Причем съемная. Что позволяет использовать колонку и в портативном, и в стационарном варианте. По идее, с помощью присоски колонку можно будет зафиксировать на кафеле для прослушивания музыки в ванной. И вроде как даже внешний вид намекает на некоторую защиту от влаги. Но ни в технических характеристиках, ни в описании такой информации нет. Более того, если проявить капельку наглости и отодрать резиновую накладку по периметру, то видно, что корпус изобилует дырками в области кнопок. То есть брызка капель воды колонка, скорее всего, действительно не боится. Но вот купать ее в воде все же не стоит. С точки зрения функционала, это хоть самая дорогая модель, но все же является промежуточной. Здесь есть Bluetooth и воспроизведение музыки с microSD карточек. Ну а теперь давайте сравним качество звука всех трех новинок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ваше мнение обязательно напишите в комментариях. Ну а я же выскажу свое. На мой взгляд, лучше всех звучит старшая модель, хотя на максимальной громкости наблюдаются некоторые искажения. Средняя модель чуть тише, но в то же время по качеству звука отставание не такое большое. Младшая модель мне показалась несколько тише, чем остальные, хотя отставание в качестве звука не такое уж и большое. Не говоря уже о том, что если сравнить по внешнему виду, то младшая колоночка, она за счет подсветки самая прикольная. Что касается времени автономной работы, то во всех моделях используется аккумулятор емкостью 300 мАч, которого хватает в среднем на 3-4 часа работы. Зарядка занимает около часа. Учитывая, что разбег цен совсем небольшой, выбор стоит делать исключительно опираясь на собственные пожелания. Например, OK12 она хоть самая дешевая, но самая функциональная и имеет прикольную подсветку. Хотя, если говорить о портативности, на мой взгляд, это все же более настольный вариант. У K14 наоборот, портативный вариант. За счет карабина ее можно повесить, ну например, на джинсы или же на рюкзак. А у K15 это такой более универсальный вариант. Ее можно прицепить на стену, ну например, в ванной, или же с помощью того же карабина, опять же, прицепить на джинсы или рюкзак. Какая из этих моделей больше понравилась вам, обязательно напишите в комментариях. Ну а у меня все. Большое спасибо, что смотрели это видео. Не забываем ставить лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а меня по-прежнему зовут Максим. Вы смотрели хвп.ру. Всем пока.